Аслан Черкесов получил 20 лет тюрьмы за убийство Егора Сверидова. Мосгорсуд смягчил наказание, которого просили прокуроры. Владимир Роменский был на заседании и многое видел. Какая реакция защиты Черкесова и как восприняли приговор обвинений родственника убитого болельщика Спартака? Сейчас и узнаем у Владимира Володь. Да, Алексей, во время, когда судья зачитывал приговор, все обвиняемые слушали его молча. Черкесов при этом, когда услышал тот срок, который ему объявлен, 20 лет, он улыбнулся. Отмечу, что в этот же момент те люди, которые сочувствовали постерпевшим, они зааплодировали. Во время того, когда из зала сюда выходили люди, родственники фигурантов, это дело теперь уже признанных виновными, очень сильно возмущались. Они говорили, что такого наказания они не заслуживают. В то же самое время прокуратура, прокуроры уже выходили к журналистам, сказали, что полностью довольны. Поскольку суд сначала присяжный, ну а теперь уже и председательствующий признал вину всех фигурантов этого дела в полной мере. Несмотря на то, что сроки ниже, чем просила прокуратура, гособвинение очень довольна. Отмечу, что выходили уже к журналистам и адвокаты. Ну вот адвокат Черкесова Дмитрий Панков сказал, что это дело политическое, хотя никакого политического преступления здесь не было совершено. Тем не менее, он отметил, что лидер нации высказывался только о двух людях, которые у нас являются преступниками. Это об ослании Черкесове и о Михаиле Ходорковском. После такого заявления лидера нации, конечно же, по мнению адвоката, другого решения суд вынести не мог. Он не сказал, будет ли обжалован этот приговор. Обсуждаться это будет уже с самим обвиняемым, с Черкесовым. Сам Черкесов адвокату сказал, что не хочет, чтобы его могут признать виновным и дать ему пожизненное наказание, то есть высшую меру. Но, тем не менее, само решение суда по тому количеству уговорено. Сами родственники остальных фигурантов этого дела говорили, что такое закон... Да, неустойчивое все-таки... ...с этим не согласны. Выходила... Да-да, Володь, продолжай, неустойчивая связь. Выходила к журналистам и... Выходила к журналистам и супруга погибшего Егора Свиридова. Она сказала, что не может быть довольна приговором, поскольку она потеряла мужа, и для нее это самое страшное. В то же время она назвала тех, кто был на скамье подсудимых. Она сказала, я не знаю, это люди или не люди. И сказала, что считает те сроки вполне адекватными, которые они сегодня получили. Леша? Володь, одно уточнение. Как раз там был сбой связи. Правильно ли мы поняли? Аслан Черкесов не хочет пересмотра приговора, потому что опасается пожизненного срока. Он не хочет, чтобы дело начиналось целиком заново в суде. Ну, я имею в виду, чтобы опять его начинали рассматривать присяжные. В то же время он может стоять на том, что не смотрена мера, которая вот сейчас была избрана судом, то есть 20 лет. Окей, спасибо. Владимир Роменский от здания Мосгорсуда, который сегодня вынес приговор Аслану Черкесову и другим фигурантам дела по об убийстве Егора Свиридова. И Аслан Черкесов, в частности, получил 20 лет тюрьмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова